Генеральный спонсор программы группа компании «Генериум». «Генериум» — лидер российских биотехнологий. Добрый день! В эфире программа «На всё Владимирское». Меня зовут Карина Романова. Сегодня у нас в гостях руководитель Владимир Стата Александр Быков. Здравствуйте! Добрый день! 15 августа завершилась Всероссийская сельскохозяйственная перепись, которая стартовала 1 июля. Настолько глобально данную отрасль исследует всего раз в 10 лет. Александр Николаевич, мне известно, что на обработку всех этих данных уходит масса времени, и первые итоги мы узнаем только в конце этого года. Но давайте сейчас подведем итоги предварительные. Как сегодня выглядит сельхозотрасль в Владимирской области, и что изменило за последние десятилетия? Ну, говорить о том, что мы подведем итоги и получим точный портрет сельхозотрасли в нашей области, ну, наверное, нельзя. Только первые итоги как впечатление. Сельхозперепись состоялась, сельхозотрасль есть, она работает, она живет. Наш агрокомплекс развивается, появляются новые какие-то тенденции и направления введения в производстве сельхозпродукции. Поэтому говорить, что все у нас очень плохо, нельзя. Мы на подъеме, пусть небольшом, но на подъеме. То есть за эти 10 лет людей, проживающих именно в сельской местности, стало больше, ну, и фермеров в том числе? Нет. О демографии мы не говорим, что стало больше. Есть небольшая тенденция к сокращению сельского населения. Если по результатам переписи 2010 года у нас сельского населения было примерно 22,4% от общего количества населения области, то сейчас стало 22%, то есть 78% у нас это городское население. Всего в области проживает, ну, на 1 января 2016 года 1,397,200 человек. Городское население порядка 1,097,000, ну, и где-то чуть больше 308,000 – это сельское население. Потихоньку-потихоньку оно сокращается. Здесь много различных причин, в том числе и увеличение городских поселений, слияние с определенными пригородными деревнями и селами. Ну, и сама по себе сельская жизнь все-таки не такая комфортная, как городская. И многие предпочитают уехать в город, но, тем не менее, при этом они не забрасывают свои приусадебные хозяйства, продолжая там работать, получая какие-то дополнительные средства для более комфортной, лучшей жизни. Расскажите мне о главной цели сельхозпереписи, вот для моего личного понимания. То есть, что вы пытаетесь узнать? Много ли людей живет на селе? Что они выращивают? Для чего весь этот подсчет? Правительство должно понимать, чем оно владеет, что у нас есть в нашем агропромышленном комплексе. Для того, чтобы планировать развитие, планировать какие-то мероприятия по получению сельскохозяйственной продукции, нужно все знать, все спланировать и только после этого вкладывать деньги. Нельзя просто так прийти в деревню и сказать, ну, я буду выращивать бананы, скажем, или ананасы, и начинать их выращивать на Владимирской земле. Ну, может быть, в теплице что-то можно вырастить, но я не думаю, что будет большой успех. Поэтому любой человек, вы же тоже планируете свой бюджет, в том числе и на покупку продовольственных товаров. Ну, а страна, это как большая семья, она должна рассчитывать свой бюджет, правительство должно понимать, на что можно опираться, что можно получить. То есть, это нужно для того, чтобы правительство понимало, не знаю, сколько средств выделять на поддержку фермеров, понимать, что и в каких объемах они выращивают, правильно? Ну, начнем с продовольственной безопасности страны. Это один из, так скажем, краеугольных камней существования вообще государства. Каждый человек хочет кушать, и желательно три раза в день, поэтому продовольствие необходимо производить в тех количествах, которые нужно. Ну, плюс не нужно забывать, что это и статья получения доходов, ведь по результатам 2015 года продажа зерна, она вышла прибыльнее, чем торговля оружием. Это показатель. Расскажите, по итогам вот этой последней переписи, каков примерный портрет среднестатистического жителя сельской местности? Чем он живет? Есть ли у него семья? Сколько ему лет? Ну, по последним, так скажем, данным, у нас в сельской местности проживают люди, так скажем, несколько более старшего возраста. Если городской житель в среднем, это человек где-то 41 года, то в сельской местности это чуть больше 43 лет. Это среднестатистический житель, так скажем. Ну, с учетом того, что женщины во Владимирской губернии живут больше на 7 лет, чем мужчины, то получается, что в сельской местности мужчины порядка 43 лет, а женщины 46 лет. Если говорить о демографической составляющей, о возрастном признаке, то, к сожалению, на селе у нас люди более старшего возраста. Есть ли у них семья? Насколько я знаю, по моим наблюдениям, в наших деревнях и селах очень много встречается семей именно многодетных. То есть их гораздо больше, чем в городской, скажем так, черте. Так ли это на самом деле? Нет, это не так. Многодетные семьи не распределяются так, что больше на селе, больше в городе. То, что в сельском хозяйстве проще работать с семьей, это понятно. И это определяет то, что одиноких в деревнях не так много. Хотя нашим переписчикам иногда говорили женщины, которые работают на своих личных подсудных хозяйствах, что там бы мужичков неплохо в деревню добавить. Есть и такое. А что выращивают наши жители села и деревень? Картошка, наверное, лидирует, да? А если брать скот и птицу? Ну, картофель – это один из основных продуктов сельскохозяйственных, которые выращиваются. Но ни одной картошкой сыт человек. Весь спектр по овощам, ягоды, фрукты. Очень много выращивают яблок, груш, вишня, слива. Есть и экзотические виды. Сейчас достаточно много попадалось при проведении переписи. Хозяйств, где выращивают арбузы, дыни, виноград, типа лимонников. Пытаются выращивать на своих участках, чтобы были свои киви, а не привозные. Поэтому народ начинает отходить от стереотипов, от картошки, лука и моркови и переходить к выращиванию новых видов сельхозпродукции. А насколько все это удачно? При применении новых технологий это достаточно удачно. Но нельзя говорить, что у нас большие виноградники, и мы обеспечим сами себя виноградом. Это скорее действительно экзотика. А вот опыт по выращиванию дынь и арбузов в Кольчугинском районе на подвесах, в сетках, чтобы они на земле на холодной не лежали, а обогревались солнышком равномерно, очень удачно. Поэтому такой опыт кольчугинских сельхоздеятелей можно распространить на всю губернию. И мы тогда обеспечим себя не только картошкой на 100%, но и дынями, и арбузами, причем экологически чистыми. И по вкусу, я думаю, даже, наверное, лучше астраханских будут. То есть скоро это вполне реально, да, что они могут попасть на наши рынки? Ну, здесь все зависит от населения. Если народ начнет в деревнях выращивать по опробованной технологии арбузы и дыни, я думаю, их будет достаточное количество, чтобы мы с вами пошли на рынок и купили себе понравившуюся ягоду. Вы уже сказали о том, что средний возраст человека, который живет в сельской местности, это 43 года, да? Как я понимаю, человек, который идет жить на село, он далек от таких понятий, как, не знаю, карьерный рост, профессиональные амбиции, и поэтому он идет заниматься землей, там, не знаю, строит дом. Но все-таки какова тенденция относительно последнего десятилетия? Приходит ли больше молодежи на село? Потому что говорят же, что сейчас, не знаю, какие-то дотации, что ли, пытаются, да? То есть чем-то привлекать этих людей, чтобы они не из города шли работать и жить на село. Получается это? То есть получается привлекать этих молодых людей? Становится их больше? Ну, вы же понимаете, для того, чтобы молодежь оставалась в селе и работала в селе, во-первых, необходимо учебное заведение, которое будет готовить профильных специалистов. Необходимо создать им и условия для проживания, это и обеспечение квартирами, домами, это дороги, это интернет, газ. Если на селе все это есть, то, как правило, молодежь в настоящее время уже не стремится уехать в город, а очень многие остаются и работают на селе, там, где созданы рабочие места, там, где есть крепкие сельхозорганизации, либо пришли фермеры, ведь очень много говорилось о фермерском движении, что они нам помогут поднять сельское хозяйство, решат все продовольственные вопросы. К сожалению, на сегодняшний день нельзя говорить, что фермеры нам полностью все вопросы решили, свою задачу программу выполнили. требуется изучение тех данных, которые мы получили по фермерским хозяйствам. И уже на основании выводов, которые будут сделаны из аналитических материалов, уже можно будет говорить, что необходимо сделать, чтобы фермеры реально стали той движущей силой в сельском хозяйстве, как они во многих странах за рубежом. Ну, просто так дать денег и сказать, на тебе деньги, иди в деревню и чего-нибудь вырасти. Толку не будет. Необходимо разобраться во всех тонкостях этого процесса и уже после этого вкладывать деньги. Кстати, я слышала, что именно молодежь, которая приходит на село, старается разводить каких-то экзотических животных. То есть не овощи, фрукты, а именно животных. Кто-то даже, по-моему, страусов хотел сюда завести. Есть такие случаи? Ну, страусы для нашей области уже не экзотика. Уже во многих районах есть страусовые фермы. Разводят цесарок, фазанов. Перепелка тоже уже, в принципе, вышла из вида экзотической птицы. И во многих хозяйствах разводится и яйцо, и мясо диетическое. Поэтому говорить о том, что мы остались и на позициях выращивания только кур и гусей, уже этот период прошел. И люди переходят на новые виды производства, на новые технологии. Правда, не так это массово и не так быстро, как хотелось бы. Разве плохо было бы, если бы у нас было нескольких индюшачьих больших хозяйств, и мы бы ели с вами хорошее диетическое мясо. Конечно, хорошо, Боба. Я думаю, это еще впереди, потому что направление взято правильное. Я думаю, что к следующей сельхозпереписи мы получим уже более хорошие результаты. На ваш взгляд, кого у нас на селе больше все-таки? Тех, кто держит какое-то подсобное хозяйство чисто для себя и для семейных нужд? Или тех, кто пытается бизнес на этом сделать? Нет, ну даже исходя из количества объектов, естественно, у нас основная масса – это личное подсобное хозяйство, где люди выращивают сельхозпродукцию для себя, для своих семей, для родственников, для знакомых. Частично для реализации на рынках. Не так много у нас сельхозорганизаций, не так много фермеров, как хотелось бы. Поэтому основная масса – это личное подсобное хозяйство. Кстати, очень многие фермеры жалуются, что даже если урожая хватает для того, чтобы его продать, продать как раз и не получается. Кто-то выходит, не знаю, торговать на трассу, а жители деревень, которые слишком отдалены, допустим, от крупных дорог, они вообще не знают, куда деть урожай. И зачастую он просто погибает. Вот по итогам переписи, можно ли будет как-то помочь фермерам в этом вопросе? Я думаю, что этот вопрос будет обязательно рассмотрен. И еще с советских времен существует такая организация, как потребка операции, которая была призвана в том числе и решать эти вопросы, покупать продукцию у селян в частном порядке, и уже реализовывать ее хранение и продажу. К сожалению, в полном объеме эта организация у нас сейчас не в состоянии выполнять свои задачи. Может быть, по результатам этой переписи будут приняты какие-то решения для того, чтобы реанимировать это движение, которое имеет очень большие задатки и, в принципе, может способствовать решению этой проблемы. Но то, что касается торговли на рынках, это тоже необходимо изучать. Рынки живут по своим законам и просто так приказать, не важно из какого города, из Москвы, из Владимира, чтобы, скажем, в Кольчугино был открыт и начал работать рынок, куда могут прийти все и начать торговать. Но может быть, окажется так, что там опять будут люди определенной национальности, которые будут диктовать там свои законы. Поэтому нельзя без разбирательства, без уточнения всех механизмов действия решать какие-то проблемы. Все должно быть изучено, спланировано и после этого уже принято к реализации. То есть я правильно понимаю, что сейчас пока нет такого ведомства, куда мог бы, не знаю, позвонить фермер, сказать, у меня там несколько мешков картошки, заберите, увезите куда-нибудь, я готов продать. То есть нет такого, да? Нет, ну, такой организации на настоящее время не существует, ее и не существовало никогда. Ну, а то, что касается торговли на дорогах, ну, может быть, для того, чтобы эта торговля была более успешной, должны поработать немножко главы сельских поселений для того, чтобы как-то этот процесс направить в мирное, что называется, русло, как-то цивилизовать, чтобы не просто бабушка на тубареточке возле дороги в пыли сидела и из ведра торговала картошкой. Это первое. Ну, а второе, и сами жители должны что-то делать. Не так сложно сделать какие-то прилавочки для того, чтобы более цивильно все это продавать. Ну, и не нужно забывать, что цены не должны быть рассчитаны только на жителей Москвы, которые приезжают к нам как туристы. Все-таки необходимо цены выставлять те, которые... Объективные. Объективные и подъемные для жителей и нашей области. Не все имеют возможность платить большие деньги за мешок картошки или там за тыку. Конечно. Это, к сожалению, еще у нас есть. И с другой стороны, наверное, всегда найдутся те, кто совсем не использует землю по назначению и ничего там не выращивает. Переписчики, скорее всего, столкнулись и с этим в этот раз. Как-то будет эта проблема решена? Естественно, что в ходе переписи мы уточняли, ведется ли сельскохозяйственная деятельность на той земле, которая либо арендована, либо куплена. Ведь не секрет, что в свое время, когда был призыв все фермеры, очень многие люди заявили, что они хотят быть фермерами, взяли землю, но потом у кого не хватило денег, у кого запал пропал. Но по тем или иным причинам эта деятельность не ведется, земля практически брошена. Задачей нашей переписи не было определено именно по фамильное, адресное уточнение таких участков. Мы дадим информацию безадресную по общему количеству тех земель, которые не используются в сельхозпроизводстве. И уже на основании этих данных правительство будет решать, каким образом эти земли возвращать в сельхозоборот. Это уже будет задача поставлена российским правительством, региональным властям, муниципальным образованием. Там уже необходимо будет работать адресно и пофамильно. — Ну а какие есть варианты? Неужели землю будут изымать? — Ну если человек купил землю и 10 лет или 15 ее не использует, она заросла уже не то что сорняками, а кустами и деревьями, то, естественно, ее необходимо изымать. Второй вопрос, что кому ее отдать? Ведь вернуть земли в сельхозоборот только распоряжением не получится. Нужно вложить приличные деньги для того, чтобы вернуть плодородие почве, потому что сорняки, деревья, они почву истощают. И не просто так возвратить обратно земли в сельхозназначение. — То есть кто-то должен готов быть этим заниматься? — Да. Должны прийти люди, которые готовы этим заниматься, которые имеют какие-то ресурсы. И вот здесь уже поддержка государства, какие-то гранты, субсидии, выплаты, вот уже необходимо будет решать для того, чтобы земля работала. Она должна работать. — Давайте теперь немного поговорим о том, как, собственно, сама пересь проходила. Насколько мне известно, провели ее 575 переписчиков. Это все сотрудники Владимирстата или студенты-волонтеры помогали? — Ну, говорить о студентах-волонтерах не приходится. У нас было, если мне память не изменяет, 19 учащихся высших учебных заведений, которые решили поработать на Ниве сельхозпереписи. Все остальные — это люди, которых мы нанимали по гражданско-правовым договорам. Они не являются сотрудниками Владимирстата. Это как бы внештатные сотрудники. Они пришли, отработали положенное им время, получили свою заработную плату и с чувством выполненного долга продолжают заниматься своей обычной жизнью или своей работой. — А если не секрет, сколько получает переписчик за эту работу? — 16 тысяч в месяц. — А все ли жители Владимирских сел и деревень охотно сотрудничали с переписчиками? Вообще с какими проблемами те столкнулись? — Ну, говорить о том, что все жители у нас добрые, радушные и готовы были переписчика напоить чаем, ну, наверное, не приходится. Люди все разные, характеры тоже у всех разные, поэтому и поведение различное. Кто-то встречал действительно, ну, не с хлебом, с солью, но радушно. Радушно предлагали и чай попить, и вареньем угостить, и какой-то сельхозпродукцией, яблоки, груши. Некоторые встречали достаточно угрюмо, так скажем, и неохотно отвечали на вопросы, но понимали, что это необходимо, и все-таки шли навстречу. Ну, и порядка тысячи трех человек, которые просто-напросто отказались, участвовали в сельхозпереписи. Кто говорил, что у меня плохое настроение, голова болит, кто-то по религиозным соображениям. Кстати, тоже достаточно большое количество людей, которые написали, что они по религиозным соображениям не желают участвовать в этой переписи, и вообще все это в происке Антихриста. В Библии есть запрет на перепись? Ну, у нас много течений всевозможных религиозных, и мы не вдавались в подробности, что это просто течение какое-то или секта какая-то. Ну, у нас написали люди, которые написали в заявлении, что они добросовестные христиане, и поэтому они не будут давать о себе данные Антихристу, и отказались. Интересно. Ну, были и такие случаи. А на какие вопросы жители неохотно отвечают, или вообще отказываются отвечать? Ну, как правило, отвечали на все вопросы. Единственное, неохотно отвечали, и такое впечатление складывается, что иногда и занижали количество сельхозпродукции, которая была реализована на рынках, либо передана знакомым, друзьям, родственникам. Хотя мы спрашивали не выручку как раз, мы спрашивали просто объем сельхозпродукции. Но вот этот вопрос как-то вызывал некоторые затруднения у людей, непонимание, для чего нам это необходимо. Еще я слышала о том, что переписчики часто сталкиваются с такой проблемой. Ну, понятно, по деревням и селам бегает очень много животных, своих так и ничейных. И, по-моему, кого-то из переписчиков даже собака покусала. Были такие случаи? Ну, серьезных покусов, так скажем, не было. Ну, где-то собаки напугали переписчиков, где-то даже пытались сумку укусить. В страховых случаях не было. Ни одного заявления от переписчиков мы не получили. Ни одного страхового случая не было оформлено. То, что собаки на селе есть, их, кстати, гораздо меньше, чем раньше. Уже такими стаями они не бегают. То есть те мероприятия, которые проводят региональные власти, органы управления муниципальных образований, привело к тому, что бесхозных, так скажем, собак огромными стаями, таких полудиких, уже у нас по деревням нет. Эта проблема, в общем-то, нужно сказать, решена. Те собаки, которые выполняют охранные функции, и они хозяйственные, защищают хозяйское добро, да, не всегда люди их привязывали крепко. И были случаи, что достаточно сильно они наших переписчиков напугали. Ну, напугали, хоть не покусали, слава богу. Мне еще известно, что, ну, понятно, люди, которые проживают в деревнях, в селах, они, как правило, информационно отрезаны, да, от, не знаю, всего того, что обсуждается, грубо говоря, в большом мире. Вообще они слышали о переписи? То есть когда к ним приходил переписчик, они были готовы? Или это было неожиданностью? Ну, наверное, деревень, где нет электричества, в области уже не осталось. Как так называемые дачники, которые приезжают на лето, либо на выходные, это люди городские, продвинутые, они имеют мобильные телефоны, ноутбуки и все прочие гаджеты. Поэтому говорить о том, что деревня полностью отрезана информацией, наверное, не приходится. Но если вы бываете в деревнях, вы видите, что на каждом втором доме висит спутниковая антенна. Поэтому я думаю, что, по крайней мере, телевидение есть в каждом доме. Здесь никто голубому экрану, я думаю, сильно не удивится, увидев его. Поэтому те мероприятия, которые мы проводили по разъяснению задач переписи, механизма ее проведения, в том числе и с помощью средств массовой информации, дали свои результаты. И практически, ну, наверное, в 99,9 десяток в периоде люди знали, что такое перепись, как она проводится, для чего она проводится. Не все соглашались с теми задачами, с теми целями, которые мы озвучили при разъяснении, для чего нужна эта перепись. Ну, сколько людей, столько именений. Кто-то говорит, зачем тратить деньги на перепись. А давайте мы фермеру Васе отдадим, он купит трактор и вспашет поле. Ну, может быть, для фермера Васе это и было бы решением всех его проблем. Но у нас огромная страна, и один фермер нам никакого результата не даст положительного. И по итогам прошедшей переписи, будет ли, не знаю, составлен какой-нибудь список рекомендаций муниципальным властям и властям областным, как им действовать? То есть, какие проблемы решать нужно в первую очередь в этой отрасли? Что будет сделано с этой информацией? Ну, это с чего мы начали. Ведь та информация, которую мы собрали в ходе переписи, она будет обработана, передана соответствующая структура, проведен детальный анализ, выработаны рекомендации специалистов, и все эти аналитические данные, рекомендации ляжут на стол правительству. И тогда уже будут разработаны детально с определением финансирования механизмы для развития нашего агропромышленного комплекса по стране, в том числе в разрезе по каждому региону, ну и вплоть до муниципальных образований. Мы никаких рекомендаций не составляем, у нас нет такой задачи. Мы даем ту реальную картину, которая существует на самом деле в цифрах и фактах. А уже правительство на основании тех данных, которые мы даем, принимает решения и определяет дальнейший путь развития. Поняла. К сожалению, время наше подошло к концу. Спасибо вам за интересную беседу. Напоминаю, сегодня у нас в гостях был руководитель Владимир Стата, Александр Быков. Смотрите наши новости на сайте trc33.ru С вами была Карина Романова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова